Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча из цикла «Царско-сельские встречи». И в гостях замечательный кинорежиссер, человек, гражданин, креативная личность петербургская. Юрий Борисович Мавин, Юра, приветствую тебя и рад, что ты в очередной раз в нашей программе, потому что всегда ты принесешь какую-то, знаешь, неожиданную такую волну. Вот ты рассказал мне анекдот, причем я сейчас его не буду пересказывать, но замечательный, точный о Петербурге. А вообще Петербург весна, лето уже 2017 года, как тебе здесь живется сейчас? О чем ты думаешь, я имею в виду и как человек, и как, может быть, творческие твои сейчас устремления? Я живу надеждами, как всегда, потому что есть творческие замыслы, есть возможность их воплотить. Она появилась не так давно, надо сказать, может быть. Я скажу так, наверное, меньше года назад появилась практическая возможность. Это связано с возрождением Ленфильма, с решением президента о возрождении Ленфильма. Царь-батюшка решил, остальные должны исполнять. Ну, плохо исполняют, надо сказать. Всячески тормозится все это дело, это никак. Но возрождение связано с постановкой двух таких постановочных масштабных картин, одна из которых должен делать Снежкин, она называется «Контрибуция» по сценарию Юзефовича. С Гражданской войной связано, поэтому тяжело, естественно. Но Снежкин в качестве продюсера ты имеешь в виду? Нет, Снежкин в качестве постановщика. А ты... А я, это второй проект, я снимаю, это Ленфильм у нас продюсер. А, ты имеешь в виду? Да, Ленфильм. Благодаря, да. А второй проект, это мой. «Радость, любви к Джойсу». Ты рассказывал когда-то об этом в моей же программе, а ты можешь, да, сейчас... Может быть, даже он первый, а Снежкин второй. Потому что он первый возник, кстати говоря. Это... Что Джойса все же забыли, а ты вдруг так смело называешь «радость и любви к Джойсу». Я бы не стал, не рискнул снимать Джойса, скажу так. Попытки были, они не увенчались успехом, потому что... Но и читать многие не могут. А читать почти никто не может. И речь идет о том, что я столкнулся... Мне моя дочь, артистка Катя Ксенева, она принесла мне книгу воспоминаний Верждловской под названием «Близнец». Это жена одного из талантливых переводчиков 30-е годы из группы Кашкина, так называемая была группа переводчиков, способных очень. И вот он переводил Джойса, начал переводить Улиса. Не он один, правда, но он очень последовательно этим занимался. Был арестован за шпионаж, ну потому что доброходы написали письмо, и, в общем, сгинул в лагере. Надо сказать, что Стенич, это питерский переводчик и поэт, который тоже пытался перевести, он был просто расстрелян. В общем, несчастливая судьба переводчиков, влюбленных в Джойса, которые об этом не подозревают, живет там как небожитель. Ну, не шикарно, конечно. Он изгнан из Ирландии, но живет, занимается литературой, разговаривает, ну, уроки дает там, конечно, чтобы прожить. Разговаривает умные вещи, говорит по поводу русской литературы очень много. А эти вот влюбленные в него гибнут в лагерях, он об этом не знает. И в результате его, вот этой деятельности всех этих переводчиков, в частности, особенно вот, читая, это Романович и Вержбловская, которые меня потрясли. Ее арестовали тоже, ее пытали и били. Там очень все это подробно рассказано и оставить никого равнодушным не может. Вот она говорит, я ненавижу этого Джойса. Когда она узнала в комиссии по реабилитации, за что был посадок мужа, я ненавижу его, этого, там, сказать, сноба, порнографа и прочее, прочее. Тем не менее, она выполнила свой долг. Эти были переданы записки дальнейшим переводчикам, Хингису, в частности. И вот Джойс вышел в 89-м, 90-м году. Стоит во всех магазинах, толстый том, никто к нему не подойдет. Нет, подходят, знаешь, так понюхают, посмотрят. У меня фильм заканчивается, этим подошли молодые. Он говорит, Улис, читают, он берет. Что это? Джойс. Ой, я что-то слышал, говорит, что-то он знаменитый вроде. Да, говорит. Бык-малиган. Ой, какая хрена вся какая. Пошли, и пошли. И дальше голос Лихачева по поводу Джойса. Что-то необходимое, как волна, прилив. Он всегда приходит и что-то оставляет. Знаешь, сейчас, Юра, мы с тобой столько мелочи затронули замечательно. Вот ты сказал Лихачева, а ведь и Лихачева уже начинают забывать. Вот я как сталкиваюсь. У меня студенты не знают, что это такое вообще. Режиссурой занимаются, студенты не знают, что такое. Да, много его не знают. Ну, что удивляться. Меня удивляет, когда говорят, солнце крутится вокруг земли. И это, и жена Жаркова, и следующая, Ирина Шейк. Про что там? Нет, а замечательный, знаешь, диалог. Вот девочка вот здесь, рядом на Васильевском острове, пешеходная линия идет. Рядом Андреевский собор. И вот идет мама, девочки лет 11-12, и мама, они, видимо, обсуждали архитектуру здешнего места. И она говорит, слушай, мам, как-то церковь здесь, говорит, не очень сюда вписывается, в это место. Она говорит, ну, ты поймешь, раньше было, когда еще здесь магазинов не было. Вот замечательные такие диалоги, которые, вот ты понимаешь, вокруг, Юр. А как, вот ты понимаешь, ты идешь к Джойсу, я подозреваю, что публика наша с тобой потенциальная все-таки идет немножечко в другую сторону. Откуда у тебя вот эта, не знаю, отвага, смелость, так сказать, идти поперек течения? Что тебе дает силы? Нет, ну, дело в том, что это очень просто объяснить. У меня никакого, я тут не кичусь, и у меня гордости никакой нет. Просто я не считаю, что кино – это способ зарабатывания денег и искусства. Это, прежде всего, склонность души. И, понимаешь, можно, конечно, поставить задачу так, зарабатывать, развлекать публику и получать дивиденды, и делать себе какую-то комфортную жизнь, но перед вечностью стыдно. Понимаешь, у нас мало избранных, счастливцев, праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Это очень для меня путеводная такая фраза пушкинская. И поэтому я снимаю то, что для зрителя, который равен мне. Кстати, я хочу сказать, что и предыдущий твой фильм «Не думай про белых обезьян», он ведь абсолютно, ты знаешь, я просто тоже столкнулся, вот в оценках твоего фильма, критики, мне какие-то говорили, ну, это, это, то есть, а ты сделал то, что ты хотел, ведь это, мне кажется, впервые такое гигантское, большое сейчас произведение, причем комедия и, ну, я бы сказал, философская комедия, да, где-то, вот такое, может быть, определение, в стихах, понимаешь, когда, казалось бы, ну, это, опять же, поперек времени, да, фильм. А не только в стихах, она подчинена ритму единому. И я должен сказать, что я его редко пересматриваю, вот, в частности, даже к этой передаче взял какие-то кусочки. А да? Ну, это, это будет последний, я хотел бы другое предложить, в данном случае, сейчас. Но он, я не могу оторваться, я начинаю смотреть, потому что он меня ведет за собой, этот фильм, он очень, там очень, очень отработанная форма, которая, подача материала, которая важна. Ну, я должен сказать, что, да, есть люди, которые не принимают, но есть общество любителей обезьян, и в Москве, и в Казани, и в разных городах, и они мне присылают, есть такие поклонники, что по 10 раз смотрят, и даже больше, вот. А я сегодня, вот о чем, и материал, как я организовал. Дело в том, что, в принципе, почему я не получал работы долго, и вот это вот, я жду этой картины, мне приходилось телевидением заниматься, эта картина была исключением обезьяны. Я социальный сатирик, я таким стал, возник в перестройку, и тем самым стал знаменитым, кстати говоря, поэтому меня поднимали на щит, я был там номером один в свое время, вот, потому что, да, окно в пари, фонтан, Бакенбар, но прошло время, и возникло такое понимание, что это было ошибочно вообще. Говорим, как мы много погребли хороших режиссеров, тогда было выкинуть Никита Михалков из обоймы, стали критиковать Бондарчука, да, и так далее. И вот сегодняшние, там, многие, вот, московская кинематографическая тусовка, они выступают прямо, говорят, это проклятое время, мы его готовы вычеркнуть из истории, но я, как представитель наиболее один из самых ведущих этого времени, конечно, я не в ногу со временем. Я сегодня хочу действительно подчеркнуть, что да, я никогда не отказывался от того, что у меня сатирический взгляд гражданина, неравнодушный, критический ко всему, что оказывается здесь, и я развлекать совершенно не... То есть, развлекать, да, я был... Мои фильмы смотрелись, потому что мне нравится принцип Вольтера развлекай, забавляя, поучай, забавляя. Ну вот, поэтому, вот я маленькие кусочки... Просвещая, забавляя. Поучай, забавляя, да, ну вот. Просвещая, по-моему. Так вот, я взял маленькие кусочки из своих картин, которые связаны как раз с социальной критикой общества. И вот я начинаю с Нептуна. Давай посмотрим. Давайте, вот первый вариант. Покажите, пожалуйста. Остановитесь, остановитесь, шведы уехали. Остановитесь, шведы же уехали. Товарищи, остановитесь, шведы уехали. Остановитесь, народ только зашелся. Да ведь уехали же. Да хрен с ними, со шведами. Рюляй, ребята! Этого уже не остановлюсь. Кстати, очень любопытно другое. Этот фильм был один из самых смешных, несмотря на то, что и автор, который мне приходилось видеть, судя по воздействию на публику. Я видел, как залы сползали с кресел. Слезы текли у всех. Пара раз становилась кому-то плохо, увозила скорую помощь. Но сегодня я показывал студентам, хорошо, если кто-нибудь улыбнется. И я сделал вывод, которого раньше я не мог сделать на практике, что, оказывается, юмор и понимание его, вещь культурная и социальная. Она связана с багажом внутренним, с ассоциациями. Когда человек не знает, что такое Александр Невский, что такое Прокофьев, что такое фильм Чапаев, коммунисты и так далее, у него нет контекстов никаких. И он на это смотрит, не понимая ситуации, он смотрит на это равнодушными глазами. У него не с чем сравнивать. Поэтому, видишь, мне очень сложно делать... Вот меня спрашивают, а что ты берешься за Джойса и вот эту несмешную историю? Ты же, в общем, комедиограф. Да, я комедиограф, хотя меня интересует не только комедия. Есть вещи, на которые мне совсем не смешны. Поэтому это первое. Второе, я должен сказать, мне очень опасно делать сегодня комедию. Я боюсь, что она будет непонята. Потому что у меня комедия контекстов всегда была. Она была связана с пластами. Если публика не культурная, она понимает только ногой по заднице и тортом в морду. Вот такой вот юмор народный, он для меня низкий. Юр, я вот помню твоё такое сейчас размышление о том, что всё-таки есть разный юмор. И вот ты, скажем, Данелию и Рязанова немножечко их сопоставлял. И там, ты говоришь, вот Георгий Николаевич Данели, интеллектуальный, более аристологический. И понятен, может быть, больше интеллигенции. А Рязанов для всех, для всех разные. Вот всё-таки, понимаешь, Рязанову тогда, во всяком случае, сейчас, я не знаю, удавалось найти это равновесие между, так сказать, контекстом. И там были ассоциации, кто хотел это взять. Нет, ну, дорогой мой, тогда была публика совсем другая. Совсем другая публика. Нет, Рязанову удавалось, потому что публика могла собраться, целый стадион на вечере поэта. Вечер поэта были события. Было событие, мы помним, мне 20 лет, что такое было собрание вот этих молодых поэтов в Технологическом институте в Москве. Какое событие крупнейшее, выставка художников. Разве сейчас такое может быть? Абсолютно. Третье население России ответило, что не знает. Третье. Это, на самом деле, искренне. Да, это, вот, одичание как раз, когда мы превращаем, и при этом у всех мобильники, у всех смартфоны, они пользуются, они вот этой техникой пользуются с сознанием дикого человека абсолютно. Только что ехал сейчас в метро, и смотрят на себя, и листают эти, как сказать, айфоны, мартфоны, видишь, и смотрят с ними свои фотографии там. В общем, в основном, снимают 400, на утро показывают свои подружки. Нет, это очень-очень примитивный. Юра, ну, сейчас должен тебя немножко уйти, что уже говорят, и Алену Апину забыли. Ну. Понимаешь, какая история? Ну, конечно. Не только Джойса, или... Давай посмотрим еще один фрагмент. Давайте, вот, следующий, это Фонтан. Фильм Фонтан Юрия Мамина, в 88-м году. Да, 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 да. Фонтан Юрия Мамина, в 88-м году. Сами вы так повели. Сотни юных бойцов. Сидим. Дать людям все! Сейчас дадим. Сейчас. Сейчас. Ура! Ура! Все в порядке. Включение начали. Юра, ну вот Фонтан, 88-й год. Да. И фраза вот эта вела о том, что считают, не считают. Сотни юных бойцов. Вот считают сейчас наши юные бойцы эту фразу? Нет, нет, не считают. Боюсь, что нет. Нет, ну это всегда. Юмор зависит от степени культуры общества. Вот он поэтому и располагается. Тонкий французский, тонкий английский юмор. Он возник в 19 веке. Ну как Оскар Уальд, остроумнейший Бернард Шоу, там, Свифт. Ну, для того, чтобы воспринимать их, нужно понимать этот контекст. Нужно иметь культурный слой. Если ты его не понимаешь, тебе смешно совсем другое. Но ты живешь в другом мире. Я должен сказать, что когда люди живут ради комфорта, и они понимают, что вот в этом смысл жизни, это одно. А когда человек должен, вообще говоря, самое-то ведь главное, чтобы человеку самому с собой не было скучно. Чтобы он не стремился тусоваться, чтобы его где-то развлекали. Вот он один остается, и мысли, общение с книгами, ему он самодостаточен. Целый мир перед ним. Вот это уже интересная жизнь. А творчество — это вообще подарок. Как можно рассматривать творчество как способ заработка? Мне нравится очень фраза Вузялина, когда его привлекли к суду за неуплату налогов, и он проиграл. Большую сумму вы получил. Он говорит, вы расстроены? Он говорит, да нет, нисколько. Говорит, что вы? Ну, говорит, я пошел в суд, только надеялся. А вдруг на дурака повезет, и мне выиграют этот процесс. На самом деле, как я могу вообще быть обижен на судьбу, когда я занимаюсь любимым делом, получаю удовольствие, и еще деньги за это мне платят. Ну, это мечта. В год снимают по фильму, почти регулярно. Да, хотя я не люблю кинематографию, честно скажу тебе. Очень болтливая и так далее. Но это не имеет никакого значения. Если я посмотрел последний фильм «Римские приключения», почему-то неожиданно, вот он мне понравился, замечательно. Я как-то у меня не тянет его смотреть. Вот посмотри «Римские приключения». Я не в качестве рекламы, а в качестве перехода к нашему следующему эпизоду, я имею в виду фрагментику из какого фильма? Бакенбарды, бакенбарды. Давайте посмотрим и потом расскажешь. Вот это уже следующее время тоже. Товарищи, товарищи, но это не конструктивный разговор. Давайте все пройдем в зал. Команда «Девятовик»! Кридар! Второе «Крэ», ангар! Да, товарищи, моя программа действительно ставка на молодых. Им строить будущее. А ведь чего греха отойти, мы очень часто не доверяли им, относились к ним как-то предвзято. И мне хочется сейчас перефразировать слова Александра Сергеевича Пушкина и сказать «Здравствуй, премия молодое, но...» Знакомое и политически зрелое. Ну, Юр, что, замечательный лозунг, премия молодое, знакомое и политически зрелое. Мне кажется, фильм не устарел, а наоборот, сейчас он как-то вот актуалит. Сейчас заигрываю с молодыми очень сильно. Если ты помнишь, у меня даже сократили программу «Дом культуры», для того, чтобы дать дорогу молодым, чтобы они там болтали с утра до вечера, то, что им в голову приходит. В результате, по-моему, там шли эти экстрасенсы по ночам и вот всякое такое. То есть, вместо «Дома культуры» ничего не возникло. Ну, в общем, да, это еще обиднее. Поле вытоптанное. Нет, это, кстати, грустно, потому что это происходит в нашем родном городе, где, в общем, медиапространство людей, которые мыслят, размышляют, вот могут обменяться, например, как мы с тобой сегодня, какими-то вот такими мыслями по поводу увиденного. В общем, сужается его. Да, и лишает аудиторию молодого. Что мы можем вообще вот этому предпоставить? Ничего, мы бессильны, вот так сказать, условно говоря, остатки российской интеллигенции. Потому что люди, владеющие средствами производства, каналами, там, предположим, деньгами, они к этому равнодушны. Ну, ты считаешь, это необратимый процесс, или вдруг вот произойдет чудо, и кто-то придет вот такой, значит, толковый, понимающий, знающий Лихачева и Джойса, и скажет, «Ребята, давайте все-таки какой-то сегмент, 10-15% будем давать». Его уничтожат очень быстро. Очень быстро, думаешь? Уничтожат его. Нет, надо сказать, дело в том, что вот культура – это такая вообще особенная категория, которая очень медленно строится, меками, и очень постепенно. Разрушается очень быстро. И восстановить ее бывает очень сложно. И самое неприятное, что каждое последующее поколение еще глупее предыдущего, поскольку, ну, естественно, все понижается, естественно. Поэтому, когда говорят, ну, должно наступить, но вся беда, что не одно поколение потеряно, второе, третье уже, четвертое уже идет. Я принимаю студентов из школы и делаю очень печальные выводы, поскольку они, во-первых, не знающие, не читающие, и, кроме того, очень ленивые, вот я вам скажу. Это вот я не понимаю, почему они такие ленивые. Я полностью, вот сейчас я делал здесь свою одну киноработу и вот столкнулся с человеком, который учится в кинотехниках, ну, неважно, он из семьи такой, достаточно семья художественный вырос, да? И когда я ему говорю, вот там фильм Сакура или Германа, просто называя имена, он не то, что фильмов не видел, он не знает, кто это такие вообще. Вот все-таки слышали иногда какие-то, ну, доносятся, СМИ разносят какие-то, значит, да? Это потрясающе. И у человека не интересно ничего, понимаешь? Вот он говорит, а я говорю, а твои товарищи вот эти из кинотехникума? Он говорит, точно такие же. Я давал однажды задачу раскадровать сцену Германа в казарме, но я не называл произведение. Герман проснулся в казарме ночью. Раскадруйте, сделайте. Мне они сделали, значит, современную казарму, где какой-то гера лежит на кровати, на нарах, на верхних. А приходят вместо этой самой привидения старухи, приходят местные девки в белых рубахах. Ну, с ними там пообщаться, с молодежью. Я говорю, хорошо. Дом 2. Да, представили себе, а вы знаете, как Германа вообще говоря, вот это имя кому принадлежит, кроме этого самого солдата? Ну, говорит, еще режиссер есть. Все-таки. Даже два. А еще кто-нибудь. А у Пушкина, помню. Пиковая дама о чем-нибудь говорит он. Что-то такое. Да, вот уровень такой. Юр, и тем не менее, давай посмотрим. А вот, кстати говоря, ответ. Вот ответ на вопрос. Давай посмотрим. Николай Николаевич, дорогой, мне кажется, что вы, как человек искусства, излишне драматизируете ситуацию. Ну, что страшного случилось? Ну, не может же, в самом деле, дорогостоящее оборудование торчать в калиборе. Да вот же, где оно, самое дорогостоящее оборудование. Ну, вы же педагоги. Ну, неужели вы этого не понимаете? Понимаю. Для этого вас и держим. Давайте. Воспитывайте. Облагораживайте. Истончайте души. Обратите внимание, как вы со мной разговариваете. Как с ребенком. Или как с мудаком. Ну, что вы. Для вас мой предмет абсолютная чепуха. И дети это видят. Николай Николаевич, давайте откровенно. Мы же все-таки не музыкантов готовим, а бизнесменов. Вот когда вы работали в музыкальном училище, тогда ваш предмет был главным. Но вы же там не сработались. А у нас главное. Менеджмент и маркетинг. Ну, конечно. Я понимаю. Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма. А в результате получается одно и то же. Жлоб, невежда и... Ну, вот ответ. Ну, вот ответ на нашу дискуссию. И смотри, ну, какого это года у нас получилось? 1993-го. 1993-го. Так что? Стало хуже. 20 лет прошло. С точки зрения культуры стало хуже, значительно. Все опустилось. Ну, отвечают так же. Вот нам, тебе, мне, да. Да, да, нет, ну, да. Вот это у осталось до константы. Такие же, да? То есть, смотри, получается, вот 20 лет, но это большой срок. Я понимаю, что для истории, для, там, Земли это мгновение. А для жизни человека 20 лет большой срок. То есть, что, мы потеряли какие-то перспективы надежды? Интересно другое. Вот у меня был написан «Окно в Париж 2». Это вот прошло 20 лет. И пришли ученики, которых он сюда привлек, потому что они нужны Родине якобы. Что с ними стало? Что они придумали при открытии нового окна? Окно должно открыться. Как они его хотят использовать? Какими они стали людьми? В общем, проблемная картина, смешная, очень острая. Мы с Кабардуновым спокойным делали ее. И я хотел запустить. Я ее показал нескольким продюсерам. Говорю, да, это да. Но мне комиссия, вот этот вот конкурс фонда кино, Михалковский, он ее не пропустил. Я не знаю, даже читали ли они просто. По какой причине? Непонятно совершенно. Тем более, французы давали деньги. Они дали миллион евро на это. Вот добавить русский. Они отвергли этот материал. Но по той причине, что не надо нам вообще мамина и критика, в частности. Не нужен социальный критик. Мы и так хорошо живем. Не раскачивайте лодку. Вообще говоря, не тревожьте. Надо деньги. Ну и так далее. Причем, я должен сказать, что с точки зрения коммерческой, эта картина-то вообще говоря, себя бы оправдала. Могла бы, конечно. Так же, как, прости меня, вот повтор, там какой-нибудь ремейк этих с легким паром. Это все должно было пройти. Увы, увы. Видишь, вот эта вот внутренняя вражда идет. Вот это сопротивление, о котором не говорят, оно существует. Я его чувствую на себя активно, но я не собираюсь от этого помирать. Надежда у меня есть. Еще неизвестно, кто кого зачеркнет в истории. Понятно. Понятно. Юр, у нас есть, по-моему, возможность еще посмотреть. Давайте посмотрим, у нас есть фрагментик. Фрагментик, а это вот из фильма «Обезьяны». Тоже, так сказать, довольно социальный кусочек в этом смысле. На свалке называется. Сейчас посмотрим. Здесь все мое, конкретно, без градации. Здесь выставка позорной деградации народного хозяйства. Вид мистический. Вот там, к примеру, павильон космический. Космический? На этом диком фоне? Когда б сумон, то в этом павильоне собрать ракету можно. Вон другие объекты. Павильон металлургии, приборы, нефтехимия. А то вот ангар книгопечатания, повод для умников там капитально рыться. Наукам в добрый путь, как говорится. Я плиты выбрал! Сквозь прибор оптический пейзаж совсем уж апокалиптический. Как будто из какого-нибудь льема. А раньше, детка, здесь была поэма. Симфония свозили отовсюду. Жратву, одежду, технику, посуду. Теперь не то, но кое-что осталось. Так ведь и я не тот. Уже усталость. Племянник мой объездил всю планету. Нигде, кричит, подобной свалки нету. Масштаб, размах! Ужасные места, но странная есть в этом красота. Да, красота! Дерьма гнилого гряды! Ты сам дерьмо! Кантуется тут гады! Юр, ну вот мы, смотри, посмотрели, действительно, и все актуально. Вот я скажу про эту свалку. Вот я сейчас рядом с царским селом. Ты можешь себе представить? Вот царское село, где когда-то, кстати, наш президент Дмитрий Медведевев-Павловский гулял там юным мальчиком. Вот эту свалку мы и снимали. Так вот, свалка рядом с царским селом. Ты понимаешь, этого не было раньше сейчас. Весь город Пушкин задыхается от того, что горящая свалка в черте города просто идет в эти парки, в эти дворцы. Ты понимаешь? И вот получается вот все актуально. Ты делаешь художественное, а оно падает абсолютно на нашу текущую реальность. Нет, но дело в том, что я ведь просто, у меня открытый глаз, он незамутненный, и у меня нет в расчете на то, чтобы как-то там развлечь эту публику, которая приходит. Собственно говоря, что сейчас кино и искусство? Это способ для большинства убить время. Они приходят, говорят, мне надо время убить. Два часа там, полтора, нескучно. Но они никогда не думают, что искусство имеет подспудно воспитательный характер, оно поднимает на новую ступень, оно дает модели, оно развивает вообще, говоря, внутренне, дает возможность переживать внутри, пища для ума и сердца. Вот это вот прекратилось, к сожалению. Массовое искусство убило все это. Скажи, пожалуйста, а вот здесь все-таки роль самих деятелей культуры, наверное, режиссеры, писатели, театральные режиссеры, кинорежиссеры, может быть, и в них тоже дело, когда они сдают позиции и говорят, нет, мы, ну, раз нельзя, мы для заработка будем делать. Они такие же абсолютно, как общество. В данном случае граждан нет, как говорил Некрасов, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Вот это у нас проблема самая большая. Поэтому Некрасова особенно и не цитируют нигде. Ни его, ни Салтыкова Щедрина не любят, этих авторов не любят. Иногда Гоголя пускают, ну, как считают, что он очень давно ушел. А я вижу его типов и думаю, ну, прости меня, там, какой-нибудь Жириновский, ну, чистый Ноздрев, а Зюганов чистый Собакевич. Ну, очень похожи абсолютно эти типы написаны, вот дай им эту роль, они будут очень живые в этих пьесах. Ну, Жириновский где-то, по-моему, даже игрывал, так сказать, в каких-то фильмах. Ну, поиграть-то все любят в киносляции. И его даже звали. Юр, ну, смотри, у нас замечательная сегодня такая, по-моему, была программа, где, с одной стороны, мы с тобой какие-то в очередной раз обозначили и болевые точки, и в то же время мы посмотрели твои фильмы, фрагменты. Да, вот избирательные фрагменты, тендерзорные. Которые дают все равно энергию, я бы сказал, энергию надежды, понимаешь? Вот, несмотря ни парадоксально, вот эта сатира твоя, да, она все равно, так сказать, энергичная, энергетическая. Она не говорит человеку, ну, все, конец лапки кверху, так сказать. Она будет в воображении критическое отношение к действительности. А только критическое заставляет человека что-то переделывать. Вот что-то он недоволен, он пытается это переделывать. Собственно говоря, сатирика нужен как санитар леса, как волк. Ну, вот сегодня у нас был, друзья мои, в гостях санитар леса, я не скажу, киноволк, да, Юрий Борисович Мамин. Юра, спасибо тебе, что ты пришел. Я думаю, что мы такие вот программы освежающие и в то же время о чем-то важное пытаемся мы здесь разговаривать. Мы будем все-таки продолжать с тобой такой цикл таких бесед. Иногда свободное от съемок твоего нового фильма время. Спасибо, друзья. До новых встреч в эфире. Будьте здоровы.